Всем доброе утро, мои девочки и мальчики! На обед хочу гороховые котлеты с чесночком, с морковкой. Будет очень вкусно! Вот у меня есть такие гороховые хлопья быстрого приготовления. Что я сейчас буду делать? Тут написано, что если для каши, то значит надо варить 8-10 минут на сломанном огне. Чем я сейчас и займусь. Чем гороховые хлопья крутые? Тем, что они быстро готовятся. Не нужно на ночь замачивать горох. 8-10 минут, все уже готово. Можно делать из пюре к кокетке. Я взяла 2 средние морковки. Сейчас мы с вами ее... Ой, упала. Так, сейчас мы с вами ее почистим. И будем, что делать, тушить. Морковку и чеснок натру в мелкую терку. На каточек, представляете, отвалился. Сегодня иду на маникюрчик. Ай-яй-яй-яй. Вот такая у меня случилась трагедия, девчоночки. Ну ладно, переживем, да, ведь? Несколько часов похожу без ноготочка, а потом пойду сделаю новые ноготочки. Наша морковка готова. Отправляю ее тушить. Все, а потом будем заниматься уже горохом. Готов наш горох. Сейчас мы пропустим в блендер. И будет у нас пюре горох. Измельчила. Сейчас добавлю приправы. У меня есть паприка копченая. Так, у меня есть регано. Что-то не хочешь. Так, и у меня есть остатки карри. Все. Сейчас добавим сюда морковку. Тщательно все перемешаем. И пусть пока наша масса остывает. Сейчас мы берем с кордой. У нас пюре остыла. Я чуть-чуть каплю примерно масла. Наливаю. Распределяю ее по всей скороде. И начинаю лепить котлетки. Котлетки готовы. Идеальный вариант для завтрака и для обеда. Я думаю, что вам понравится. Начинки можете делать любые. Перемешивать можете с грибами. Можете перемешивать с рисом. Ну, кто на что гораст. В общем, у кого какая фантазия. Вот я решила сделать с морковкой. Можно еще, кстати, с капустой сделать. Всем приятного аппетита. Вот такая вкуснятина у меня сегодня на обед. Пока-пока. С вами Ксюша Че.